здорового времени суток уважаемые зрители канала дачные записки рад приветствовать вас на своем канале меня зовут игорь канал посвящен птицоводству сегодняшний ролик снимая ставропольском крае раннее утро очень тепло по сравнению с нашим северо-западом ленинградской губернии приехал к родителям супруги гости и вот решил параллельно утречком снять небольшой ролик посвященный теме птицоводства вот родители уже пожилые осталось в их хозяйстве только небольшое количество курочек как видно здесь старушки молодежь хотел раскрыть вот в этом ролике один нюанс значит приехал разговорился с родителями вид вот у нас сейчас во всем селе куры и несутся я так прикинул температура плюс 15 днем еще достаточно много зелени корм начал разбираться вспоминать что к чему и в принципе со своими делами всеми в голове все встало на полочке хочу рассказать почему в общем то такое может произойти происходить и как вот выйти из этой ситуации дело в том что в дикой природе куры несутся исключительно в сезон когда приходит сезон яйцекладки откладывать определенное количество яичек садятся на яйцо воде цыплята человек приручив курицу принудительно заставил ее нести как можно больше яйца и как можно дольше соответственно даже если содержать яичные кроссы или яичные породы то можно попасть в такую ситуацию как вот родители моей супруги как их до сельчане когда несмотря на то что условия достаточно хороши старушки куры уже еще скажем прекратили и закладку молодежь еще не начала и вот остались без из почему это произошло но потому что в основном во первых кормят здесь либо зерном у всех есть свои наделы соответственно которые сдаются в аренду люди получают счет этого зерно щеницу яичмень либо недорогим комбикормом дорогие комбикорма как правило здесь не эксплуатируется всякого рода мешки от отхода со стола и в принципе в полной мере всех тех необходимых веществ которые необходимы для птицы для максимальной яйцекладки они вообще-то не получают да весной когда птица перезимовала начинается инстинкт яйцекладки типа потеплела пошла куча зелени куча солнца весеннего яйцекладка максимальная стреляет как из пулемета лет нам когда всего хватает а вот под осень когда птица только что перелиняла или состояние линьки либо еще молодая бывают такие паузы это связано во первых с как я уже сказал кормами которыми кормится птица а во вторых с тем что здесь тепло юг никто не думает даже подогревать курятники соответственно средняя температура падает птица эффективно готовится к зиме начинает накапливать жирок и забывает о том чтобы откладывать это самое лицо соответственно для того чтобы у вас птица неслась даже сейчас интенсивно ну хотя бы достаточно для того чтобы вам хватало столового яйца помимо того что кормить порядочными комбикормами либо соответственно как мой рацион добавлять в мешку необходимое количество протеина еще необходимо соблюдать световой и температурный режим то бишь подсвечивать чтобы температура чтобы световой день был 14 часов это можно делать с помощью регуляторов драли времени и подогревать вот у меня сейчас допустим в моем птичнике постоянно температура плюс 15 на улице там у нас ночью минус 5 бывает днем плюс 3 здесь же допустим днем плюс 15 сейчас а ночью уже десяточка ниже 15 градусов птичка это чувствует и это сейчас разогрелось а до этого была неделя когда даже минуса здесь опускались птица это чувствует и резко прекращает яйцекладку она уходит зимовку то есть световой день значительно сократился уже не 14 дней сколько не 14 часов часов наверно 10 или даже 8 надо посмотреть и соответственно вот эти все три момента а именно качество корма отсутствие необходимого объеме зелени она хоть и есть не так и и много понижение температуры сокращение светового дня приводит тому что птица такую полу спячку проваливается прекращает яйцекладку и при это это кстати потому что молодежь также затягивает начало процесса яйцекладки здесь вот родители если я не ошибаюсь цыплята возрасте где-то три три с половиной месяца это доминант они покупали цыплят уже готовых некогда мне было в этом году цыплят привозить соответственно где-то еще месяца полтора как минимум при нормальном раскладе дает начало яйцекладки а в реале я боюсь что начнут они нестись не раньше чем феврале вместе со старушками то есть ближайшие полтора два месяца из особо ждать не приходится вот в этой ситуации так как родители все равно не будут подсвечивать не будут подогревать птичка будет жить своей жизни сама для себя цыплята будут подрастать куры будут соответственно просто-напросто съедать тот корм который им дают без отдачи то есть давайте повторим независимо из того где вы не проживали если у вас нет возможности покупать комбикорма дорогие у меня допустим тоже не считая должен покупать дорогой комбикорм который оправдывается средства привносить корм путем допустим мешки необходимое количество протеина давать как можно больше зелень я в этом году закупил капусту вот и там кабачки на огороде созрели кабачки сейчас доедает на птица и самое главное температурный режим и световой день я даже не знаю что здесь в этой ситуации более важно может даже световой день был для родителей был бы вы его же так и температура достаточно приемлемы сейчас у них у птицовых родителей а вот свет того день можно было конечно подсветить но как говорится со своим уставом чужой монастырь я не лезу как есть так и есть вот такие нюансы в плане отсутствия яйца допустим южных регионах на данный момент такие мои личные выводы на этом будем заканчивать спасибо за внимание до новых встреч оставайтесь на канале кому что-то неясно пишите отвечу комментариях всего вам самого наилучшего не болейте